В мировом искусстве это «Цена свободы». Вот спрошу про Сергея Шнурова у вас, который в очередной раз разводится. И который, ну я так понимаю, последний его брак это было. Ну почему, собственно говоря, Матильды нет. А вы знаете этот, кстати, трек «Гнойного ты повесишься на шнуре», который он сделал, когда Шнуров развелся? Не знаете? Нет. А вы послушайте, я вам советую очень, ну как бы это интересно. Он там, он излагает, почему, собственно говоря, это со Шнуровым. Он как бы предвещает все, что произошло с Сергеем Шнуровым во согласии с системой, его работа на РТВА, его, так сказать, ну он стал совсем другим человеком. Ну, собственно говоря, с одной стороны деньги, с другой свобода. Не так уж легко это выбирать, как это принято думать, там, людьми с литературным мышлением. Или все же легко, как вы считаете? Ну, знаете, Сергей Шнуров, безусловно, талантливый музыкант. Проблемы, я считаю, абсолютно у него две. Первая проблема, ну так как мы знакомые, какое-то время близко общались, я в целом отношусь к ним в базе, в базе неплохо. Но проблема одна – жадность, да, когда у них все перло, там, он накупил недвижимость в Питере. И это определенная золотая цепь, да, из-за которой он опасается быть таким смелым, как когда у него были только одни штаны, и те грязные. И вторая, ну, в какой-то момент он жестко перебухал, и в непьющем, грубо говоря, состоянии, мне кажется, он, ну так, условно, сам не свой. Да, а депрессивные и прочие эмоциональные перепады, в целом, когда мы в последний раз общались, он не был веселым человеком. Вот, мне кажется, вот эти два фактора, два фактора… Уже шла война? Нет, вот эти два фактора, они, мне кажется, подорвали, очень сильно подорвали творческую составляющую. Я, Магадан, не променял на хайфу. То, что Дудю пиздец, то мне по кайфу. Ха-ха, сила, середина. Ехай нахуй! Ехай нахуй! Ехай нахуй! Навсегда! Пацаны не извиняются. Добрый день, друзья! Недобрый день во мне, другим. Евгений Чичваркин, иностранный агент, по моему мнению, он из тех релакантов, или как их еще называют, уюзжантов, которые пытаются говорить, да и действовать в рамках здравого смысла. Поэтому мне лично любопытно за ним наблюдать. Я знаю вот этот тезис, что забвение, что лучше всего забыть про них и не упоминать. Я считаю это неправильно. Потому что наши соотечественники, те, которые уехали, и которые помогают нашим врагам, и финансово, и идеологически, они враги. Это не значит, что мне здесь все нравится. Но сейчас идет война, и не только информационная. И они враги, а врага надо знать в лицо. Потому что они ведь из тех врагов, которые в какой-то момент могут взять и вернуться. Ну, как некоторые делают. И, ну, не знаю, это уже даже не пятая колонна. Это такая колонна номер шесть. Те, которые могут нанести удар в спину. Поэтому помнить про них надо. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа